Помню, одна женщина из соседнего села мне рассказывала историю про одного мужчину, который жил обычную жизнью, но потом он начал выпивать. Сначала вроде так безобидно перед ужином там рюмочку выпить, потом еще вторую. И со временем все привело к тому, что он начал уже так конкретно злоупотреблять, уже по-серьезному. А в деревне же все знают друг друга, и, видимо, нашлись люди добрые, которые видят, что мужик-то нормальный, просто вот злоупотребляет сильно, и это его губит. И они ему посоветовали съездить, по-моему, в Раивский монастырь к грузинской иконе Божьей Матери. Он, знаете, так это пренебрег, естественно, этим предложением. И все со временем становилось все хуже, хуже, хуже. Он уже не работал, его жизнь разрушалась. Пока до него не дошло, что все это ведет его прямиком в могилу раньше времени. И он, слава Богу, собрался и поехал в этот монастырь, нашел икону Божьей Матери, приложился. И после того, как он приехал домой, он поспешил наполнить рюмочку, выпил, и его стало рвать. Он подумал, что это может на голодный желудок он выпил, поэтому его рвет. Он достал какой-то еды, перекусил, снова наполняет, выпил, и его снова начинает рвать. И что интересно, с его слов, когда его разрывало, прям сильно рвало, он видел образ Божьей Матери. И снова выпивал, рвало, выпивал, рвало, и все это отбило у него напрочь все желание пить. Напрочь. И, слава Богу, все со временем у него стало в жизни налаживаться. И надеемся, что он обрел твердую веру в силу всемогущего Бога.